Ну и по пикам. Команда Empire забрала себе Bloodseeker. Году он не достанется. Все, договорились. Год уже играет без данного героя. Забирает его, скорее всего, Империя для Сайлента. Мидлейн, потому что, по-моему, отойдет все-таки у нас для Резолюшена на Квин оф Пейн. Хотя, опять же, Квин оф Пейн только что зашла не для Резолюшена. Квапа только что была для Йоку. Поэтому тут непонятно. Может, все-таки Сикер на этот раз будет вести себя в составе команды Empire так же, как и вел себя в составе ВП. Винтерн Виверн и Туск также в пике команды Virtus.pro. Но Виверна просто нас не оставит в покое. Да и Туск, наверное, не оставит нас в покое. И Лина еще раз для ВП. На этот раз, видимо, Уильдана может и зайти. Ну, должно, считает команда Virtus.pro. Посмотрим. Нага Сайрен опять в пике и... Розора не банят. Не банят Розора. Есть Bloodseeker. Если в сон поймать всех и очень точно по таймингу дать туда Bloodride, то, по-моему, не хуже, чем... Шторм Спирит может зайти и Bloodseeker. Ну, глянем. Сейчас, в принципе, можно точно так же забрать Розора под всю эту ерунду. И точно так же с Нагой провернуть все, только еще и в пачке с Bloodseeker. Который будет так же расфармлен, как и Резолюшн был расфармлен на Шторме. Глянем. По-моему, комба рабочая. И почему бы ее не юзать? Йоку забирает себе Квапу. Для Сайрена это Розор. Сикер это Резолюшн. Мидлейн. Нага Сайрон у нас саппорт, который поет хорошо. И еще один саппорт для Эмпайр. Какой-нибудь... какой-нибудь... какой-нибудь кто-нибудь. Ну, какой-нибудь с массовым станом. Например, тот же Витч Доктор. Плюс отхил есть общий. Вот и Витч Доктор. Вот и он. Ну и, по-моему, надо банить сейчас ВП. Розора, по-моему, вот 100%. Нет, мне никто не подсказывал, что там может быть Витч Доктор. Я все сам угадал. Как угадал? Знал, конечно. Конечно, знал я. Все страты... в курсе всех страт по доте вообще. Вообще, в принципе, любых везде. Кстати, интересно, есть ли у Флая обезьяна на плече на Витч Докторе. По-моему, лучший... вообще лучший... из дота-артефактов... Ну, не артефактов, а вот этих шмоточек дотовых. Иммортал с обезьяной на Витч Доктора. Самая крутая штука, которую я видел. Может, потому что я слишком сентиментален вообще сам по себе. Может, и такое быть, но... вещь самая симпатичная. Тем более, после смерти Витч Доктора, когда он лежит уже у нас... Лежит его бездыханное фиолетовое тело, и обезьянка начинает гладить голову Витч Доктора, обняв его. Это, конечно, слезу выбивает. Последний бан от команды Эмпайр. Темплар Ассасин. Я думаю, Розора будут банить. Не должны отдавать Эмпайру, этого героя. Потому что по комбе он точно так же заходит. Точно так же. Тайтхантер опять банит Виртус Про в очередной раз. Ну и что? И ждем, я думаю, Розор. Не знаю почему, но, по-моему... Почему бы и нет? Только что зашел и может зайти еще раз. Ну, скорее всего. Не решает, наверное, да? Разор, не Разор, Разор, не Разор. Вдруг сказал Разор. Почему мы не берем его? Почему? И все в шоке на Резолюшн. Почему? Но он же говорил Разора. Давай брать Разора. Резервный час. Ну, тут даже и гадать, в принципе, нечего. Еще раз говорю, по этой комбе мог бы зайти с таким же успехом, как и в прошлом матче. Ну и что? Подзовись немножко, Резоль. 20 секунд остается у Империи Виртус Про по данному пику. Кого им не хватает? В принципе, я не вижу героя для... Ну, хотя я опять же, Блайтсикер может и для Саймонта быть, если вдруг сейчас возьмут... Посмотрим, посмотрим. Еще раз за Разора я продолжаю, мне кажется, веселье. Все это нет. Все-таки не так поступили. Нага Сайрон здесь, скорее всего, под Блайтсикера и под Квапу берется. Квапа, я думаю, это будет Йоку. Резолюшн, скорее всего, заберет себе ДК. Сайрон будет играть на Блайтсикере. Флай забирает себе Вич Докторон. Нага Сайрон. Это Алоха Дэнс. Ну и Виртус Про. Мидлейн пока непонятно кто. Либо это год на линии, либо это год на том, кого сейчас ВП заберу. Прошлую игру Иллидан отыгрывал на линии, и до поры до времени это было очень даже неплохо. Ну и для Фобоса Туск, скорее всего. Винтерд Виверн это у нас Лил. Году может Лина отойти, или кто угодно. В принципе, да, или ФНГ Винтерд Виверн, скорее всего, да. А для Лила ЦМК. Или... А, нет, ФНГ все правильно. Я как-то ЦМку не могла вообще пропустил. ЦМ у нас. ФНГ, я думаю. Винтерд Виверн. Это Лил. И Туск. Это Фобос на сложную. Лина у нас либо Элиданова, либо Года. Надо понять. Следующий пик все объяснит. Против ДК, в принципе, можно стоять и не Лине. Кто-то может быть и не с рейнджевой, например, а с милишной атакой. Лина отправится опять фармить легкую линию. Чаус Найт. Ага. Теперь все-таки вопросов больше не имею. Иллидан забирает себе Чаус Найта. ФНГ будет играть на ЦМке. Год берет Лину на мидлейн. Лил будет Винтерд Виверн. И Фобос на таске отправляется в сложную линию. Ну и со стороны команды... Империя. Йоку берет себе Бладсикера и отправляется фармить легкую линию в соло. Резолюшн будет играть на Драгон Найте. Квапаус для Сайлента. Алоха Дэнс на Нага Сайрен. И конечно же, и конечно же Витч Доктор будет играть... На Витч Докторе будет играть Уллэ Суна Флай. И у него есть та самая Имморталка. Лучшая Имморталка на свете. Лучшая. Лучше всяких, по-моему, Аркан на ЦМок. И вот этих вот неприятных зверей, которые бегают за Аксом у нас. Которые бегают за Джиггернаутом, за Шейкером. Что это вообще такое? Тридцать секунд в борьбе. Ну и под кого брали ЦК, кстати, не очень понятно. Сам по себе, что ли? У ЦК, кстати, странная очень голова. У вас что-то с головой, друг. Вам бы, врачу, показаться. Какой-то унылый немножко шлем на Эллидане. Не в смысле плохой, а в смысле и правда унылый. Немножко грустью веет. Титан вечного уныния. Ну, это красота, конечно, от Резолюшена. И форма эпичная. Ну, тут по одежде, конечно, ДК. Лучший, наверное, сет за всю историю Драгон Найт. МГОТ уже начинает настреливать по ДК. Он, естественно, спокойной жизни Резолюшену здесь не даст. Естественно, здесь с Драгон Бладом как-то полегче будет, но... Пока что Резолюшен от Года должен получать. На Ренже. Причем, Ренжа-то очень приличная у Года. 670 на фоне, например, той же ЦМки с 600. Так, а ЦМка у нас-то проседает по ХП. А Лоха Дэнс уберет ФНГ или нет? У нас Флайд забивает у нас руками просто. ЦМку, ЦМка Автаверт. И это первый фраг для команды Эмпайр. Ну и Йоку лоу ХПшный. Ну, Йоку-то здесь отхилится благодаря Бладрейджу. Уже пошел от Джорад Йоку. Трипла против триплы. Давненько такого не приходилось смотреть. Там в это время Сайлент Соло против Туска сражается. Фобос 0-1, Сайлент 4-3. Ну и здесь кто кого загнобит на трипле. Это будет очень важно. Ну, Йоку на Бладсикере. Йоку стоит в трипле. Понимаете, в чем дело? Йоку поставили в триплу. Фармите Сайлента. Отправили на сложную линию на Квапе. Это удивительно. Но это факт. Непонятно, кстати, это решение. Не очень понимаю, почему именно. Может, теперь Йоку у нас в роли керри будет в составе команды Эмпайр. Ну, а почему бы и нет? Молодой, агрессивный. Пускай. Тысячи по Галде Эмпайр просто со старта на второй минуте. И по экспириенсу ВПФ+. Йоку оставили в покое здесь. И Лил уже под Артикберном наваливает у нас по Йоку. Йоку притягивает. Йоку, скорее всего, здесь убьют. Да, еще один удар. Йоку отправляется в таверну. Олусон Афлай пошел мстить ФНГ. ФНГ в Колден Брейс. Не ожидал, что ли, Олусон Афлай? Это же классик. И Тайд есть у нас у Алоха Дэн. Сетка, если что, тоже есть. ФНГ лохэпшный. ФНГ забивает, а Флай просто мансит, мансит, мансит и выманшивает. В порядке Флай. По мане немножечко отпевается Хилинг Селвам. И Вуду Ресторейшн тут тоже дела делает. 2-1 становится счет. Команда Эмпайр потеряла Йоку, но при этом забрала ФНГ уже второй раз. Капитан команды ВП льется. Кого в этом обвинить, вообще непонятно. Драгон Найт в это время на Мидлейне проседает от года. Задувка пришла. Плотнейшим образом. Ну и тысячи по голодеев все равно. В плюсе Империя по экспириенсу тоже. Они выходят вперед 400. Сайлент Фобос. Это вот противостояние, ну правда, удивительное на самом деле. Сайлент в соло стоял на сложной линии. Не знаю, как будто компами поменялись Йоку и Сайлент. А Йоку в это время на Бладсикере фармит в трипле. Не перестаю удивляться уже. Три минуты это наблюдаю и все равно как-то... Весело. Резолюшн поймал на 100 надгода. Задувки нет, потому что не хватает маны. Ну и Гот у нас пассивку уже в один. Драгон Слейф в три. И Лайт Страйк Керрей тоже в один. У Резолюшн тоже задувка в три. Стан в один. И пассивка в один. Кстати, так очень похоже, да, с пылы. Что у одного, что у другого. Ну или Дан... В итоге у нас забирает... Кстати, или Дан, или нет. Нет, ЦМК, ФНГ у нас забирает Вич Доктора. Отомстил. Счет становится 2-2. У фарма Йоку 14 на 4. 15 на 4. И 14 на 5 у Иллидана. Тут очень ровно идут команды. Ну, странно на самом деле немножко. Выбор ЦК, ну... Не говорю, что он плохой, но для меня немного удивительный. Хотя, с другой стороны, если здесь будет, например... Тот же Мордиган под Колден Брейсом. Например, ты с Мордиганом играешь, играешь. Лоу ХП прям вообще. Сейчас вроде тебя убивать будут. Писаешь в Колден Брейс, чувака, и все. И заново новый, новенький ЦК входит с миллионом ХП. Ну и ВП разбирают очень быстро. Весена Флая. За предыдущие его все заслуги. За ФБ, который на ФНГ он сделал. И команда Эмпайр начинает проигрывать со счетом 2-3. 5 минут прошло. Квин оф Пейн. От Сайлента 35 на 18. Первый Крепстат на карте. Лина от Года 35 на 6. 24 на 1. Резолюшн 23 на 7. И Лидан. Разрывов больших нет, в принципе. По позициям тут разнится все. Потому что Сайлент у нас со Сложной вернулся. И такой же у него Крепстат, как у Года на миде. Ну а здесь у Лидана такой же, как у Йоку. Ну это понятно. Фармят вместе. Ну и прилетает Фобос у нас в Сайлента. Разорался Сайлент на Года. Ну и в итоге минус 2 делает ВП. Год сразу улетает. Делать здесь больше нечего. Все в принципе необходимое Лина сделала. И ПТ сразу же появляется у Лины. Да, подфидела команда Эмпайр. Хорошо так начали. Бодренько. Ну и сразу 2-0 превращается в 2-5. ФНГ. А тут пришел. Линя освободилась. Пришел пофармить вместо Лины. И не получается, да? Не то вообще. Как это фармить? Как, как? Куда нажимать? Пацаны, а куда нажимать, чтобы фармить? На кнопку F. Фармить. Фармить. Бладсикер 30 на 5. Крепстату. Третье место у него. Ну, очень ровно все идут. Эмпайр заняла 4-е, 3-е и 2-е место. И на первом месте Год. Дальше не сильно отстает ЦК. Но вот тот же Фобос и ФНГ, которые там дальше по позициям, они... Ну, слишком в минус. Сайлент возвращается на непривычную для себя линию на топ. Ну, и сразу погулять. Где-нибудь поближе к Рун. Кстати, заметьте, Квопа, даже будучи фуловой практически по ХП, там ХП 20 не ходила. Сайленту прокликал до пустого вообще Боттл. Только потом взял Баунтируну. Год прыгает у нас поближе к Алуха Дэнсу. Лайтстрекеры по двоим. Задувка тут в приличное количество человек. Год, скорее всего, уходит отсюда. Стан проходит у нас в Года, и Резолюшн со всей кампанией забирает у нас Мидлейн Года. По сути, 2 в 0 подралась Империя. 819 по голоде, 990 по экспириенсу. Там продолжается замес на нижнем лайне. Лил там, Голден Брейсом немножечко пожил, но на этом закончился. Вкатываются здесь в Йоку, в самого, причем, максимально ХПшного в данном вопросе. Там Алуха Дэнс лоу ХП был, и Фобос почему-то выбрал Йоку. Странно даже. Но в итоге забрали ЦК, и забрали еще раз Винтерн Вивер. Счет становится 6-6. Богал Диэмпайр выравнивает свое положение и выходит вперед на 2 с лишним тысячи. У Сикера пока ничего интересного. Не появляется Йоку. Ой, Йоку здесь неприятности, конечно, дождался. Подбросили. Платсикера очень быстро с ним справились. Туск там так угорает, так смешно. Сейчас умру просто. ЦК зарабатывает 518 голды уже. Поверх ПТшки. Есть у него Брасер, есть у него Стаут Шилд. Ну и Лидан по фарму где-то должен поближе быть кверху. Должен, но нет его. Там он на 6 месте. На первом месте у нас год, на втором Резолюшн. Мидеры держат Марку. Йоку на 5. Тоже пошел фармить на легкую линию, пацаны. И на 5 месте по Нетворцу. Пауэртреттс есть, Рейсбэнд, Пурмэншилд. Ну, такие мелочные какие-то артефакты. Квин оф Пейн. Тропа в Зуметшу, скорее всего, в Оркет. Ранние от Квапы. Под Смоком Империя на топ-лэйн. А здесь, кстати, и вардов, я смотрю, нет? Если есть, у них критичная Резолюшн. Он видит ФНГ, но не достанет, наверное, да? Форма Дракона не позволит все равно достать ФНГ. Ну все, Резолюшн должен разворачиваться. Драгон Форм есть от Резолюшна. Полетел по-быстрому. Все орут. Тут драка, драка, драка. Но и ЦК уже здесь провязал. ЦК у нас Фантазм. Врывается на Сайлента. Сайлент сгорает просто в момент. Флай в таверну. Пайбэк сразу же от Сайлента прилетает сюда. Файт. Резолюшн выживет или нет? Сайлента нет. Суник Вейв, он просто пришел посмотреть, как умирает Резолюшн. Я понимаю, прыгает Сайлент. Орет на Лила. Лила хпшный. Две секунды стан. Йоку бегает, как аж парен. И у Йоку есть на это все основания. Ну и дальше Йоку. Бежать за кем? За годом, скорее всего. Надо года разбирать. Сайлент на года прыгает. Сон пошел от Алоха Дэнс. Нормально. Бладрайт, кстати, даже не качал Йоку. Под эту комбинацию. Я думал, Бладрайт просто идеально зайдет. Какой там нахрен Бладрайт? Триплкил уже от Йоку. Дали пацану А подфармить легкую постоять. Фобос у нас под салом. Вот и Бладрайт появился. И ультра килл Йоку. Будет нет, будет нет. Подбегай Йоку, подбегай. Все ждут. Ультра килл от Йоку. Ну, вот такой вот у нас новый фармер в составе команды Эмпайр. Зарабатывает 4 фрага. В этом файте Йоку поднимает... Сколько тут по золоту? Жду файт рекап. Always on a fly. Немножко еще подставился. Но это так до предовремени. Все, уходи отсюда сам и уводи друзей. Ну-ну-ну-ну-ну. Файт рекап, покажись. Покажись. Там же был ультра килл. А, конечно. Хрен тебе вообще. Какой там ультра килл? Я покажу тебе живую уже Лину и... Почти живого Блотсика и живую Нагу Сайрон и ни хрена ничего не понятно. Ладно. Это все фигня полнейшая. Не страшно. Йоку в итоге зарабатывает 4 фрага в этом файте. Счет становится у него личный. Когда 5-2. И по экспириенсу, и по голде. Эмпайр в плюсе. 3000 по золоту Эмпайр. И по экспириенсу 1000 для Империи. И 11-11 по фрагам. У Блотсикера появляется Бродсворд. Уже Йоку. Выходит в первый серьезный артефакт. И это будет Блэйд Мэйл. С практически 100% вероятностью, думаю. Блэйд Мэйл. Ну и Резолюшн с Алоха Дэнсом. Подошли уже к Таверу. Вплотной ФНГ близко не подходит. Если поймает Стан, его зарежут здесь. К 100%. Резолюшн забирает Тавер. И Драгонформа еще будет действовать. В принципе, еще в половину времени. Долгая собака, конечно. ФНГ ловит у нас Рапча. И пытается подальше вывести на себя всех. Влад Райд пошел от Йоку. Лилу у нас в сале. Ну и, скорее всего, Йоку здесь могут и разобрать. Йоку возвращает назад. 4 секунды Стан. И пошел у нас от Always Wanna Fly. Дэнс Варт. Все по Лилу. Он в колденбрейсе. Недолго жить. Лилу. Минус 2 делает команда Эмпайр. Теряет Йоку. Сон пошел от Алоха Дэнса. Касочки, касочки, касочки. Где вы? Бросай Кокос в голову. Флай. Пошел Кокос в голову Году. Вместе с Иллиданом. И вдвоем им здесь стоять и стоять еще. Конечно. Минус 3 делает команда Эмпайр. Потеряли также Алоха Дэнса. Дальше за Фобосом. По-моему, четвертый фраг для команды Эмпайр. Уже на подсейф летит сюда ФНГ. И пошла Нова. Застопили здесь. Застопили здесь. Always Wanna Fly. Вкатываются в него. И минус. Флай 3 в 3. В итоге этот файт. 14-14 становится счет. Ну, классно. Тут, конечно, больше в пользу ВП все закончилось. Но файт достаточно ярким был. Ну, опять. Нихрена не понятно, что, кто, сколько. Слишком долгие и растянутые файты у... ...данных команд. Имморталовская корона. Ну, такая она должна быть, Имморталовская корона. Иммортал просто. Просто как будто самосвалом Кристал Мейден сбила. Вот такое выражение лица. Или она просто, ну, выпила хорошенько. Выражение лица просто потрясающе крутое. Блэйд Мейл есть уже у Йоку. В том файте, по-моему, его не было. Только-только забрал его. Иначе файт был бы поинтересней для него. Нага от Алоха Дэнса где-то там попалась. На мид лейне развалили Нагу. 14-15. Вперед выходит ВП. Кстати, по голде Импайр давят 4000 золота и... ...две с копейками по экспириенсу. Но здесь Алоха Дэнс немножечко принес своим оппонентам. Черт. Армлетов Мордиган есть уже у Иллидана. Чуть-чуть посложнее будет с ним. А, кстати, гляньте по фарму. Первые три места, кто занимает Импайр. Выигрывают по фарму и... Только потом уже идет Туз, потом идет Гот и потом идет Иллидан. Кстати, Фобос больше, чем Иллидан и Гот имеет. Странно даже. Продолжение следует... Смок провязала команда ВП, причем не вся. ЦК у нас, я понимаю, в роли Байта какого-то. Выступает. Не думаю, что Иллидан просто мимо Смока пробежал. Ну и здесь тоже под Смоком. Вич Доктор, Алха Дэнс, Йокун. Ну и теперь они... Вышли из Смока. Ну и, наверное, будет Петя Лоха. Как я понимаю, это было бы правильно. Да, пошла песня от Алохи. Все пять игроков команды ВП здесь. И посмотрим, что тут за схема была. Бладрайт под ноги четверым. Бладрайт по четверым и попадает. ФНГ лук хпшный. Пошли орать. Флай распилил здесь очень быстро Иллидан. Пока что 2 в 1 файт. Резолюшн наваливает еще и по линии Лина в таверну. Иллидан старается сделать тэп-аут, где ФНГ и ФНГ тоже делают тэп-аут. В итоге файт закончился со счетом 3-1. Команда Эмпайр... Вышла вперед. На один фраг. 1200 по голде, 2800 по экспириенсу. Драгон форма еще будет действовать. И Т2, скорее всего, здесь запилят команда Эмпайр. Это схема как там с Розором, так здесь с Бладсекером. Нага поет, а потом Бладрайт просто по таймингу. Даешь туда и... Все после сна просто как в кошмаре очнулось. Иллидан, поймал, у нас Тан. Иллидан в Сайленсе. Алоха Дэнс лоу хпшный. Что ты там делал вообще, а? Пошел под фонтан. Ой, под фонтан. Практически под фонтан в его случае. Ну и Резолюшин. Что-то в голос Солохи лег полежать. 17-18, что-то 1700 просто по голде подарили Эмпайр команде ВП и 2400 по экспириенсу. Ну и Роха для ВП. Я думаю, что здесь сейчас еще пару минут. И вот преимущества Эмпайр ничего таким образом и не останется. Эмпайр выигрывает пятерку по золоту. По экспириенсу тоже 5 для них. Но при этом... ВП... Ну инициативу могут захватить. При удачном стечении обстоятельств эта пятерка в принципе отыгрывается быстро. Сайвент вместе с Алоха Дэнсом по топу подошли. Стараются кушать. Пока тут... Виртус Про... На мидлей не сконцентрированы. Ну и Пиле Таверы могут, кстати, и добить Сайвент. Причем Соло это делает. Соло ходит отсюда Сайвент. Год пришел. Палево бежим. Пришел Год. А где, кстати? Год пришел, Год ушел. У Года есть Юл. Даггера пока еще нет. Ну, наверное, необходимо. Иллидан поймал у нас ульту Бладсикера. Иллидан лоу-кпшный у него есть. А эго, поэтому Иллидан может и размениваться. Пока что только Драгон Найта потеряла команда Эмпайр. Все должны отходить. Флай последний бежит. Беги отсюда подальше. 17, 19, 840 в уголде заработали за Драгон Найта игроки команды ВП и полторы тысячи по экспириенсу. Какая хитрая Виверна. Она в Колден Брейс отправила машинку. Молочага, спасла. Ну, то, о чем я говорил. Как бы пятерка, даже шестерка может очень быстро превратиться в 3000. А 3000 могут очень быстро превратиться в 3000 в твою пользу. Так что Эмпайрам тут расслабляться не стоит совершенно. Тем более есть ЦК, который в лейте, ну, просто чудовище какое-то. И не думаю, что Влад Сикер в лейте ЦК накажет. А у Иллидан это уже Ривер. В 22-й минуте Тараска тут, скорее всего, может появиться минут через, не знаю, минуты через 3-4, если Эмпайрам не будет сливаться. Формить ему несложно. Дэмэджа много у него плюс. Тот же Аромлет, который еще больше дает дамаги. Вот, пожалуйста, 210 руки уже у Эмпайрам. По 505 криты вылетают. Обезьянка еще и великая. Здесь что-то... Флаг, бросай шар. Поймал как раз на спуске. Никуда, куда деться. Что делать? У тебя по аватарке обезьяне вообще пофиг. У Тузка от Фобоса уже есть Солар Крест. 2000 на руках. Мне видится Даггер на этом герое, в принципе, поэтому жду, что там у Года. У Года ЕУ есть и Пойнт Бустер с Огр Клабом. Осталось 1800 нафармить до появления Аганима. У Сэмки ничего интересного нет и быть не может. И у Драгонайта появляется Даггер. Странное решение от Резолюшена. Ну, как для меня БКБ есть. Будет еще и Таггер летит уже в Курьере для Резоля. И все-то после ПТ, после Батлы. Ну, крепкий, в принципе, сам по себе. 1400 хп. Так, кто-то пел или мне послышалось? Эта песня Наги все время в голове теперь мерещится. БКБ есть у Йоку. Первый раз. Ой, у Сайвента, точнее. Да, это в прошлой игре Йоку у нас был. Сейчас у нас Сайвент играет на Квапе. Ждем врыва. Изолюшен Драгонформу уже использовал. Драгон, конечно, очень крутой. У меня вот тот Железный Драгон просто выбивал вообще из равновесия психологического. Драгон, который на утюг похож. Резолюшена подстопили. Резолюшен, какой же ты огромный в БКБ. Сдуйся хоть немножко. Углодрайт по таймингу на Лила. Фобос за и выйдет. Вот здесь все необходимое. Ну и пошел у нас небольшой разнос благодаря Дезворду от Лосона Флая. Иллидан лоу хпшный. Йоку начинает напиливать по Иллидану. Иллидана нет вариантов включить больше армлет. Ну и Лила, если увидят, Лила, скорее всего, здесь заберут. Резолюшен прыгает у нас на Лила. Лил в Холденбрейсе. Ждем задувки. Лил в Сайленсе еще к тому же. Ну и здесь Лила распилили. Три в один пока что. Файт. Розенсигилд тут по пятам. Просто резолюшена. Развернись, разбей его. Зачем ты так долго этого ждешь? Команда Эмпайр забирает трех игроков Виртуз Про. 1600 по голде, 3500 по экспириенсу. Можно идти пофармить дальше. Ну и Юку, кстати, неплохо-то смотрится на персонажа, который обыкновенно берется как мейнкери. И Сайлент, к слову, неплохо смотрится на персонажа, который стоял как оффлейнер. Тоже, в принципе, удивительное рядом. Как и у Секрита. Понапикали, не пойми что, поставили их не пойми куда. А оно все заходит и заходит. Юку благодарит себе под ноги. Лина не побежит, остальные могут побежать. Айшарт от Фобоса. Закрывают здесь Юку, кто его подсейвит. Always wanna fly. Две секунды стана и флая скорее всего здесь развалят. Флай. Он даже кокос не успел бросить. Бросил кокос. По голове тут побило ЦК, он как-то хмурый аж весь стал. Ну и двоих забирает команда Эмпайр. Бладсикера развалили. Я развалил Always wanna fly. Тут дороговато, конечно, все стоило. 7500 выигрывали Империя. Поэтому сейчас за двух героев команда Эмпайр должны дать деньжище нормально. 1500 золота, 2000 экспириенса. Ну и до пятерки должно преимущество Эмпайр упасть. Даггер есть уже у Фобоса. После даггера появляется Плейт Мэйл. У Виверны от Лила есть Юмеркейп. Эмпайр Кейп. Транкл Бутсы Солеринка. У Рунов Шадоуз. Ну и Улины уже практически готов. Аганим осталось 1000 насобирать году. У ЦК 900 на руках. Есть Харта в Тараск. Поэтому совсем немного. Чуть-чуть-чуть и ЦК... Да, в принципе, сейчас уже ЦК заработает себе на Виталити Бустер. Можно идти покупать. Или Курьер за тебя сам все сделает. И Тараска летит для Чаус Най. ЦМ-ка пока только Став и Физердлей. Больше ничего непонятно. Форст Став это будет или это будет... Или это будет... Вот это вот. Ой. Какое вот это? Вот это вот, конечно же. Под Смоком Эмпайр. В сторону собственного леса. Или здесь просто Навижен не пингуется. Случайно. Или все-таки на Роху Эмпайр. Решили зайти. Да, провязали Смок и пошли на Рошана. На Роху зашли. И дальше, 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 дальше. Смок, в принципе, сейчас уже будет спадать. На миде вдруг появился Резолюшн. Из ниоткуда пингует команда ВП. Вот они, вот они, вот они. Успокойтесь все. Все, кто и переживал. Кстати, Алуха не появляется. Резолюшн байтит на себя. Да, это более чем очевидно. ВП на это не ведутся. Было бы странно, если бы. Ну и по голде Эмпайр продолжает лидировать на 5000. По экспириенсу тоже порядка пятерки для данного коллектива. Ну и, в принципе, все это в преимущество и по артефактам выливается. Первое место Сайлент по фарму. 14400 для него. Аганим себе вот-вот... А, принес уже, да. Аганим есть. Иридан с Тараской. И Армлетом на втором месте идет. 2700 у него сейчас. Ну и 3 с копейками при включенном Армлете. Ну и это можно тоже пробивать. У Йоко уже есть Яша и Огр Клаб. И для Сэнш, разумеется. И БКБ школ Йоко есть. И Блэд Мэйл тоже имеется, если необходимо. Резолюшин пока еще вторая форма дракона. Этот ВГшный Сигел здесь летает. Надо бы его кому-нибудь разбить. Ну, как-то долговато, конечно. Сигел этот бьют. Крипы, ну. Ну и все, умирает Фрозен Сигел. Денег никто не заработал. 160 хп. Резолюшин, наверное, и в соло подошел бы и разбил Тауэр. И не проблема была бы. Или Йоку, например... Ой, Сайлент, точнее, с ДДшкой. Начали уже подождать. Крипов, все. В принципе, Тауэр... Тут и Денайт нет смысла. Прыгает Резолюшин, включает БКБ, ловят Лилу. Ульта пошла у нас от Сайлента. Стаповал для... Ну, для вот этого, вы поняли. Для Квапы. Продолжают наращивать свои преимущества Империя. Ну, и ВП готовы заходить, как я понимаю. Айшат пошел у нас на Бладсикера. Прыжок пошел от Иллидана. Сон сразу же от Наги. Иллидана отрезали от всех. Что, уходить собираетесь? Да, уже уходит у нас. Уже уходит. Команда Эмпайр странно. Все же было. Почему бы не подраться? Ну, приняли такое решение. Через Фантазм тут одними иллюзиями Флая начинает наказывать. И Сайлент поближе к Фобосу. Фобоса должен развалить. А Фангелл ухпшный. Фангел пытается отсюда уйти. Фангел, скорее всего, уйдет. А здесь Клопа от таких иллюзий. ЦК грибает. Жесткий уже ЦК. Очень жесткий. 2.80 ТП у него. С руки дамаги. 180. Сикер вырывается в Года. Бладрайт по нему. Поднимает себя Год. Он поддравчит к тому же. Ну, и Год, скорее всего, здесь умрет. Лагуна Брейд. Блейд. Запилил в резолюшена. Года должны разбирать. Пайер. Так и получилось. Виндерн Виверн в таверну. И ЦК просто бежит. Йоку продолжает погоню. У нас Фангел под Сайенсом. 4 секунды. Йоку встанет. Йоку здесь, скорее всего, убьют. Блейдмейл включил Йоку. По Фангелу не успел отхериться. И Фангелу хпшный, но уходит отсюда. Не очень понял, что это было. Почему, кто, как, в астрал он был отправлен. Каким образом? Или это действие какого-то спыла? Рептайт от Наги, что ли, так? Такой вид. Придал у нас ЦК. Эмпайр продолжает лидировать. 10 тысяч по голде и по экспириенсу 7500. Ну, ребят, кстати, более 9 часов. 10 часов в эфире уже, если что. Нормальный такой мув. Ну, это и Интернешнл. Что поделать? Эмпайр десятка по голде и 8 тысяч по экспириенсу. Поинт-бустер есть у Флая. Аганин собирается. Ну и пора бы уже, как бы, собрать этот артефак. Все-таки 36 минут сыграно. Ну, у Флая не самый приятный показатель по заработку. 4300. У Флая предпоследний нетворст на карте. Проигрывает ему только ФНГ. Которого Форс Став есть. И на этом закончили. Ну и заход от команды ВП на хайграунд. Ильдан бежит первый. У него есть Аэго. У него куча ХП. Упрыгивает Сайлент. Даже не дал себя застанить толком. Ну и Артик Бёрнон Винтерд Виверн. Быстро. Высоко, точнее, летит. Виверна все видит. Перемахнула через Глиф. Давайте драться дальше. Через Глиф, точнее. УЦК еще и Ultimate Tor появляется. Я думаю, что Ильдан... А, кстати, непонятно, что Ильдан. Либо это будет Скади, либо это будет Манта Стайл. Ближе, конечно, я к Манта Стайл склоняюсь. Ну тогда и Шива была бы не лишняя для ЦК. Ну и Т2 по Миду забрали игреки команды ВП. И Фантазм от Ильдана. Четвертого левела... Третьего левела, точнее, Фантазм. Сразу плюс четыре иллюзии для Ильдана. Поэтому бить можно Резолюшн. Должен ловить Ильдана. БКБ пока у него нет. Аэгу, скорее всего, сольют. Ловят в сетку у нас ЦК. ЦК лоу-кпшный. ЦК забирают. И это просто потерянная Аэга. Ладрайт где? Ладрайт не скоро. Ну и Алоха Дэнс, он есть. Будет ли ловить Ильдана Алоха Дэнс? Надо петь. Надо петь. Алоха Дэнс. Почему ты не пел? Кокосы летают у нас между Ильданом и ФНГ. Резолюшн начинает настреливать. И пошел у нас Дэзвард. Ильдан сейчас после Холденбрейса. Тут Дэзвард просто его разнесет на куски. Ильдан лоу-кпшный. Продолжает жить Ильдан. Висит на нем какая-то там неприятность. Падает в... Ой, как повезло, конечно. Ильдану как круто в этом вопросе отыграл Таск. Фобос забрал с собой Ильдана. Так бы Ильдан секунды две назад еще обслился. Лил лоу-кпшный. Йоку не знает куда повернуть. Да вот он этот Лил. Ты же видишь его прекрасно. По Фобосу Йока. 530 у него мув спида. Дальше за ним. Сайлент прыгает. И Сайлент у нас уже гадлайк стрит. Ну и минус 5 делает. Команда Эмпайрс. Учетом потерянной айги минус 6. 2400 по золоту. 7800 по экспириенсу. Как будто так и надо. И Сайлент сразу же пушить, 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 пушить. ЦМка в соло ему ничего не сделает. А он кстати ЦМки благодаря Оркиду сделает много чего. Ну и ждем подойдет ли ФНГ. Если подойдет, мне кажется здесь и останется. Просто надо прыгнуть. Пошел Сайлент у нас по ФНГ, ФНГ. По Шадоу Страйкам. Крик 1. Не хватает маны. Ну и мана не нужна была. На Соник Вейв Сайлент просто забирает срутки у нас ЦМ. Ну то о чем я говорил. Если подойдет, сразу же умрет. Но ФНГ не хуже меня об этом знал. Че полез спрашивать? Сразу два ТП. Квапу пугают. У ДК. А, 2400 на руках после Кераса. Резолюшн. У Фармаш на третьем месте. Сайлент должен был быть на первом. Потому что он вроде как в роли Керри в составе Эмпайра отыгрывает Сайлент и есть на первом месте. Ну дали Квапу непривычного героя. Ну отправили фармить соло Харду. Ну хорошо. Почему бы и нет. Возможность есть же такая. Рефрешерор появляется у Квапы. Два БКБ. Две ульты быстренько. Два Оркида. Два Оркида. Ну и появляется у Бладсикера Ио в Скаде. Йоку тут жирнеет на глазах. 2800 хп уже у Бладсикера. Есть Блэйд Мэйл. Поэтому бить его не очень удобно. БКБ тоже есть у Бладсикера. То есть магией не побьешь его, с руки его не побьешь. Со всех сторон ненормальный чувак. Вот он Крип Мак этот. По-моему. Сейчас где-то здесь как появится, как пройдется. Так вот так по лесам просто шел. В инвиз уходил. Здесь исчезал куда-то. Чокнутый малой. Как вспомню, аж в дрожь бросает от ужаса. Кто это такой был? 15000 по голде Эмпайры и по экспириенсу 17000. Так, вапа у нас разоралась на Элидана. Элидан отправили в Холмденбрейс под кирица. Немножко фантазма Элидан так и не провязал. И уходит у нас... Ой-ой-ой-ой-ой. ФНГ как жестко наваливает у нас через свой фризинг филд. ФНГ старается сделать тп-аут. Йоку его видел. И теперь куча иллюзий у нас. Но эти иллюзии в принципе фиолетовые все команды Эмпайр. Фобоса ловят. Фобос под залом здесь Бладрайт. Еще и на Фобоса. Скорее всего Шадоу Страйк туда-обратно. И Квапа пошла медленно-медленно. Фобоса если сейчас заберут. А Фобоса сейчас заберут. Тим Вайп от команды Эмпайр. И это ГГ. Ну так было... В принципе уже и понятно к чему все это движется. По золоту Эмпайр под двадцатку. Еще графики не обновились. В этой экспириенции тоже под двадцатку. В итоге Эмпайр... Что бы вы думали? Эмпайр зарабатывает. Первую для себя победу на этом турнире. Выигрывает эту победу у никого-то там. У команды Virtus.pro. Принципиального соперника своего. Этим Эмпайр зарабатывает четыре поинта. Таким вот образом. И наступает на пятки команде Virtus.pro. Virtus.pro сыграно... Подождите. А у Virtus.pro получается будет сыграно четыре матча. А у Эмпайр только три матча будет сыграно. И у Virtus.pro при четырех сыгранных матчах пять очков. А у Эмпайр при трех сыгранных матчах четыре поинта. Короче говоря, ситуация у Эмпайр поправилась. Благодаря данной победе. Ну...